Ну хорошо, приветствую всех вас, кто смог прийти сегодня, да, в это время, потому что многие заняты, у многих нет цвета и так далее. Мы хотели просто сегодня с Верой пообщаться с вами, узнать, как у вас дела. В принципе, задать всего три вопроса каждому, что изменилось после обучения у меня, чему я научилась. Ну и третий вопрос, кому вы рекомендуете обучение, а кому не рекомендуете. Вы все прошли этот путь, вы все сталкиваетесь с сущностями, вы все работаете, вы решаете эти проблемы, вы полноценные регрессологи, ваши пары, с которыми вы работаете. Вот, поэтому прошу поделиться своим опытом. Катя, к доске. Ну, значит, опыт у меня очень интересный. Влад, вы же там будете делать нарезочку, да, поэтому как бы, ну, как бы, да, у нас все прошло. Я в любовном тройничке. Это бомба огонь. То есть у меня получилась реально уникальная история, потому что я шла за знаниями. Это было четко для меня, ясно и понятно. И, по сути, как бы, тут важно понимать и быть очень осознанным. Ты идешь туда за профессией, либо за знаниями, которые ты можешь получить, лишь только обучаясь этой профессии. В моем случае я рекомендовала бы этот курс лишь только очень осознанным людям, потому что, как бы, вот, в моей группе, не знаю, как там, ну, Влада, отвалился кто-то или нет, но было целых два человека, с которым я просто боялась, как вот русская рулетка, чтобы меня поставят погружаться реально. Но были и приятные моменты, поэтому ты становишься, когда ты вдруг резко открываешь для себя, что то, что тебе казалось, на самом деле тебе не кажется, мир становится наполненным красками, правда, потому что, как бы, если ты всю жизнь живешь, чувствуя на более тонком уровне, и вдруг кто-то тебе дает подтверждение, что, слушай, ты не одна такая, это, на самом деле, нормально, адекватно. Ты не сумасшедшая, да. Да, 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 это себе, да, там, и сны, и все твои эти нечистые силы, и нижние, и космические вообще. Поэтому я благодарю вообще этот курс за друзей, которые, как бы, даже не друзья, ты вдруг резко понимаешь, что случайность не случайный, и когда ты с кем-то оказываешься вот в этом состоянии транса, ты думаешь, это ж мой родной человек, прям до мурашек, то есть ты не можешь даже объяснить словами, что это все ты нашел, как будто бы свою родственную душу и пару. Это неописуемо, поэтому я очень искренне благодарю и веру, и Влада. Мне было тяжело, правда, честно, я невозможно идти на курс, осознавая все, что ты там пройдешь. Но это было, наверное, два самых сложных месяца в моей жизни, потому что время погружения, в котором ты должен обладать, это самое ценное, что ты, к чему ты должен быть готов, и семья твоя, и все твое окружение, что будет именно так. Но я в любом случае благодарю вас и люблю всех, кто вот в этом чатике сегодня, неожиданно, сегодня в этом чатике все мои любимки. Лишних вообще нет. И Игорь с Оксаной, и Влад с Верой, и Любка моя слава. Оксана еще пока не дошла, она где-то в дороге. Ну, не важно, Оксана тоже любимка, самое интересное, что. Ну, Екатерина, это у нас отдельный случай, ты специалист по неупокойным душам, это даже твоя миссия, да, в этой жизни, и они любят тебя посещать, соответственно, у тебя есть все инструменты для того, чтобы решать эти вопросы, ну, и всех других отправлять куда? Другие места. Куда надо. Куда надо, да. Но я точно поняла, что мне сейчас сложно, потому что я не, ну, то есть здесь вопрос у меня в том, что ты тот, кто гипнолог, должен быть жестким. Мне всех жалко. Мне всех жалко, поэтому даже когда меня ребята чистят, это вот последний раз недавно вот у нас была, она буквально на днях просила меня почистить, потому что я приболела, вот. Вот, и Влад спрашивает там в очередной раз эту козявку, он говорит, ну, и я отвечаю, что нет, но мне как-то жалковато, давай лучше в межгалактическую полицию, не будем мы все это отдавать. Думаю, а потом, когда я прослушиваю это всем, думаю, вот, ну, не, потом наш Влад бы, учитель, дал принделей за это, вот, я бы уже получила. Ух, а добавить нечего. Хорошо, благодарю. Екатерина, кто следующий? Люба? Ну, давайте я скажу. Давай, что измерилось после обучения, чему научилась, кому рекомендовала бы, обучение, а кому нет. Да, вообще у меня, сначала я думала, жизнь разделилась на до и после, но теперь она у меня не на до и после, а у меня просто две параллельных жизни. Жизнь здесь и жизнь там. Вот. Чему научилась? Да, круто все, мы идем в развитие, здесь нет предела, это понятно. Вот. Сама я научилась, излечила совсем недавно себе головную боль. Вот. Это мое прям достижение, прям бомба. Без погружения, ну, в смысле, без погружения в паре. Сама, вот. Вот. И в развитии иду, эмпатия у меня развилась, я чувствую людей, я даже стала чувствовать их настроение, даже без погружения тоже. То есть яснознание, ясночувствование, оно развивается. Чем дальше, тем больше. Это очень классно, это так радует. Что еще? С кем встречалась по работе? С какими сущностями, какие сложности были? Что для тебя самое тяжелое, что самое интересное было? Расскажи, впечатлениями поделись от работы в паре. Во-первых, я восторгенна. Ты с нуля пришла, ты просто с нуля пришла, ты вообще ничего, никогда ничем не занималась. Тут, в этом направлении. Эзотерикой я увлекалась. Эзотерика это общее знание, конечно. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что все мы здесь не случайно, нас сюда ведут. И в парах мы работаем тоже, нас соединили очень не случайно. Просто действительно, во время работы ты понимаешь, с кем ты можешь работать, с кем тебе легко, даже когда ты выходишь после сеанса, и как ты себя чувствуешь. Вот. У меня любовный тройничок, как Катюшка сказала, тоже получился. Да, у нас там погружение с Катюшкой, это такое девочкино-девочкино. Вот. Влад, это тоже особая история, Влад Сафрони. Тоже после первого созвона с ним мы были в таком восторге от нашего сеанса. И начали работать дальше. Ты с первого, Влад с первого потока, ты со второго потока. Да, да. Влад с первого потока, я со второго. И ты нашла на нашем общем чате, в нашей школе, себе партнера, вот этот и есть принцип. Да, я думаю, что если вдруг кто-то будет бояться, что он не найдет себе пару, я говорю случайности не случайно, здесь будет пара. Конечно. А то и тройничок. Да, то и тройничок. Сейчас Катя Буш там тебе за тройничок. Защиты все работают. Он в курсе, потому что ребята и мужем его чистят, у нас вообще все по любви. А, ну отлично. Это Екатерина. У нас все экологично чисто. Защиты работают от... Все зависит от того, насколько ты сам с собой работаешь. И от сил и намерения в том числе. И самое яркое впечатление, что касается сущностей, вот для меня это мой друг, куратор, архангел Аниэль. Это что-то с чем-то. Это от него такие энергии. Мы такую помощь от него получаем. Он же тоже твой учитель, да? Да, ну он называет себя другом, опять же. Другом, хорошо присматривается. У нас есть немножко такое уникальное... Я четверых или пяти людей знаю, у кого учитель архангел Ханиэль. Ханиэль, да. Да, когда я вызывал куратора. Ну вот про Аниэль я еще ни от кого не слышала. Он воин. Он архангел-воин. Вот. И однажды он с Владом нам классно помог. Мы с ним поднимались с нейтральной зоны Млечного Пути в потоке Абсолюта, чтобы выстроить комнату диагностики. Раз поднялись, два поднялись. И потом Влад просто говорит, а почему у нас вот есть такие помощники, почему мы не обращаемся. И просто в этот момент Аниэль своим копьем прорубает с высоты. Я просто могу же зрение приближать. Я его, во-первых, я чувствую его, и во-вторых, я его вижу. Он просто прорубает пространство, делает нам такой проход и говорит, поднимайтесь. И сейчас мы где-то работаем, наверное, максимально высоко для нас, возможно. Вас поднимает по мере вашего развития на более высокие уровни. Да, и сейчас у нас там нет голограмм, нам никто не мешает. Да, туда сущности не долетают. Да, они туда не долетают. Мы не можем туда притянуть корабли. Если мы их притягиваем, они начинают трещать, там чего-то гореть у них. В общем, да, вот такая история крутая, самая яркая. Ну, могу теперь слово передать дальше. Видишь, как интересно, жизнь изменилась. Да. В последнее время, да? Да, такие моменты. Это две параллельных жизни. Мы здесь живем, у нас одна жизнь. Вы работаете просто в другом измерении. Надеюсь, вы все поняли, вы работаете в другом измерении. Те, кто могут, уже видят и в этом измерении на Земле другое измерение. Ну, то, что я вижу, я вам рассказывал, это тоже не для всех. Хорошо. Ну, папа, можно я спрошу у тебя по поводу, что вы поднимались когда? Ты чувствовала на физике вот этот подъем? То есть нас, когда переносит выше-выше куда-то, у меня, ну, как воздуха не хватает, вот до какого-то планки поднимаешься, и там сперва привыкнуть надо к этой атмосфере, вот даже на физике. У тебя было такое? Ну, я поняла, что вот как раз, когда мы поднимаемся, там энергии Аниэля, они нас как будто оберегают, то есть от какого-то вот такого воздействия серьезного. Это довольно комфортно. Ну, вообще нам комфортно. У тебя не было какого-то вот ощущения на физическом теле, вот что ты прям выше куда-то поднялась, дальше нет. Потом привыкаешь и идешь еще выше. Но вот на тот момент ступеней, когда вас поднимают куда-то, передвигают выше, у меня прям вот на физике идет вот этот какой-то расширение, вот как воздуху мало, что ли. Потом привыкаешь, привыкаешь, оно не кажется уже так высоко, и потом открывается еще выше, еще выше. Такого не было, да? Ну, мы, я не знаю, мы в нашем летающем корабле туда поднимаемся, поэтому я вот не ощущаю, я ощущаю энергии защиты, энергии Аниэля. Вот это я ощущаю. Это как вы, когда поднимаетесь к Харкаундуллу Ханииллу, то есть так же на Маньель вот сделал этот коридор, этот проход. И, не знаю, может быть, поэтому Люба ничего не чувствует. Потому что мы, получается, по этому ходу поднимаемся максимально. Ну, у Ханиила, конечно, там в Арго другие энергии. А именно где мы работаем, вот если нас начало закидывает на новый уровень, там даже на физике по-другому себя чувствуешь. Потом привыкаешь. То есть потом, видимо, к этому всему адаптируешься. Ничего, придет время и пригласят вас в Арго когда-нибудь. Работайте, работайте. Что хочу сказать. Там, где мы работаем, там очень яркий свет. И вот единственное, что мы, когда комнату диагностики строим, я Влада всегда прошу подкорректировать свет, потому что мне там очень ярко. А по энергиям довольно комфортно. Как у нас, Вера, светлой? У нас, знаешь, а я не вхожу в свет, я не работаю в нем. То есть я его вижу, и я понимаю, что мне надо рядом строить комнату диагностики. Для меня свет – это как обозначение, что мы на правильном пути. То есть свет абсолюта, поток абсолюта. Я отлетаю от него немножко и строю комнату, что не внутри. То есть для меня он как ориентир. Я так делаю. Мы почему начали экспериментировать? Потому что, видимо, мы, когда поднимались, мы всегда поднимались на одно и то же место. И в один прекрасный момент мы начали… В общем, нам строили голограммы там драконы. И притянули по голограммам дракона в комнату диагностики и начали его расспрашивать. Ну там, типа, дракон, что ты нам мешаешь работать? Я говорю, где, почему, разве вы можете подниматься в поток абсолюта, работать в потоке абсолюта? Он говорит, да, на низких потоках абсолюта. Мы не можем, да. Говорит, если, говорит, высоко, мы не поднимаемся. Я, ну, как обычно спрашиваю, как, что нам делать, чтобы мы больше не встречались с такими, как ты, с твоими голограммами или с такими… Он показывает на Любу, говорит, Люба просто, говорит, привыкла, говорит, в одно и то же место приходить. Говорит, поднимайтесь просто выше. Говорит, там ни нас, ни наших голограмм просто не будет. Говорит, и вот с тех пор я как бы… Дракон дал совет. Да, дракон дал совет. Подсказку. Как бы я даю команду, мы поднимаемся в максимально допустимое пространство, наверх в абсолютный. Ну, мы сейчас, где мы работаем, мы сейчас выше даже межгалактической станции, межгалактической полиции. Да, мы сперва работали на одном уровне, потом мы работали на уровне межгалактической полиции, то есть там недалеко от Ли, и потом нас еще выше закинули. Видать, какие-то особенности есть. Это не мы решаем, это за нас решают. Военно. Хорошо, Люба, благодарю тебя. Влад, ну расскажи ты, что изменилось в твоей жизни после обучения, чему научился, и кому рекомендуешь, кому не рекомендуешь. Ну, много чему научился, конечно, если вы помните, первый раз, когда вы меня чистили, вы меня чистили потом еще, по-моему, два раза, и мне все вот это вот жутко было интересно, что же не в порядке с моим намерением. Наконец-то после школы и после нескольких практик обучения я наконец-то узнал, что такое намерение, как оно работает. А ну, а ну, расскажи. Да, ну, как рассказать, это просто вера в то, что ты можешь, в то, что ты делаешь, и непоколебимость. Вот это, наверное, и есть намерение. Ну вот оно же, ну как, вот намерение, где, видите. Обалдеть, какой кривой вы. Пора ужинать, Дарья, что там у вас? Это чижик. Это чижик. А есть рыжик еще? Чижик ждет. Канадская белка. Это рыжий. Это намерение. Вот это намерение. Мотивация. Мотивация. Они ручные? Они ручные? Нет, конечно. Они просто живут рядышком в вашем дворе и просто прибились в их корни. Ну, а у нас лес вокруг, они живут здесь везде. Еноты, белки и все такое. Влад, ну давай, закончим с тобой. Расскажи мне, да, насчет твоего. Ты с нуля тоже начал, тебя интересовало после чистки, как это все работает и почему ты опять подхватываешь этих сучек? Не, ну, во-первых, до учебы я уже рассказывал, если вы помните, что я как-то погружался в хроники Акаши, просмотрел одну из жизней. Ну, естественно, меня все это заинтересовало, и я как бы записался к вам в школу и прошел все это. Вот, да, жизнь изменилась. У меня теперь две работы. Есть одна основная работа, которая меня кормит, и вторая работа для удовольствия, которая это, ну, просто чистое творчество. Наверное, наши силы, наша, не знаю, мощь ограничивается только нашей фантазией. На самом деле это безграничное чистое творчество. Там можно делать все, что угодно. Кому рекомендуешь, кому не рекомендуешь обучение? Какие надо качества, характера иметь? Ну, естественно, осознанным, ну, во-первых, естественно, быть для гипнолога, конечно, быть более хладнокровным, безэмоциональным стараться. Людям, ну, вот мы работаем же, тоже чистим людей, очень многих. Вам, наверное, это для вас, наверное, тоже не секрет, что очень многие люди, как ты, Влад, говоришь, это воспринимают. И как таблетку, и чистку, и течение, и так далее. Ну, вы там сделайте, ну, вы там пошаманьте, вы там сделайте, вы там вылечите, вы там все. Да-да-да, вы сделайте, да, мы как бы будем дальше, то есть как бабки-то пошел. Таких людей мы даже на чистки не берем, насколько ты знаешь, поэтому у нас очень важно. Знаю-знаю. На сто процентов. Это, наверное, больше всего расстраивает, что когда появляются такие клиенты, а почистите, а сделайте, выгоните всех, и мы будем жить дальше, как мы жили, и все. И через две недели она у тебя опять. Да, и через две недели все это возвращается. У кого-то через неделю, у кого-то через неделю. Потому что человек ничего не изменил в своей жизни, ничего не сделал. Да, что изменилось, я помню, вот ваше интервью с Ли, мой же первый вопрос там был как раз про перспективы и так далее. То есть на тот момент, конечно, когда он задавался, я не имел в виду перспективы, там, просто непонятно что. Мне просто было интересно, какие перспективы еще могут быть. На момент интервью уже все было понятно, мы уже познакомились и с Аниэлем, и с Архангелом Рафаиловной. Ну, вопросы отпали сами собой. Куратор вам дали? Что? Куратор у вас есть, группа? Куратор есть у нас, группа. Все, получили куратора, отлично, молодцы. Все есть, да, очень приятно, когда есть вопросы, всегда можно позвать, всегда приходят, всегда подкажут, всегда помогут. В общем, слава богу, есть кому обращаться. Кроме вас с Верой, еще когда работаем, конечно, есть очень-очень большая помощь. Замечательно. Наверное, пока все, пока так, если что-то еще вспомню. Хорошо. Игорь? Так, что изменилось, да? Ну, это все изменилось, вся жизнь изменилась, можно так сказать. Ты помнишь, как мы тебя гоняли в школе, да? Да, да. Надеюсь, в лучшую сторону. Да. Конечно, нет, я все воспринимаю, как полезный опыт, я благодарю всех, вот, работа над собой продолжается каждый день, потому что, ну, это такая работа, что здесь невозможно не работать над собой. Или за тебя поработают. Да, или за тебя поработают. Я, скажу так, я абсолютно доволен всем результатом, я выбрал правильную школу, ну, скорее всего, я, наверное, еще перед воплощением знал, что мне нужно выбрать, куда пойти, так как я работал в этих структурах и продолжаю сейчас. Моя тонкая копия работает в космической полиции. Межгалактической. Ну, я не знаю, по-моему, там какое-то космическое сейчас, я вот только с ним вчера общался, говорит, уже на повышение куда-то там собрался, вот. Поэтому, как бы, я на своем месте, мне все нравится, мы сложились в пару с Оксаной, создали свой YouTube-канал «Энергосознание», есть подписчики, есть клиенты, обращаются, помогаем людям, много благодарности. То есть, ну, все замечательно. Для меня это стала моя основная работа, так как у нас сейчас ситуация в стране сложная, с работой пришлось распрощаться со старой. Отлично. Поэтому я, как бы, себя полностью посвящаю этому делу, мне это нравится, ну, очень, что еще там сказать. Результаты своей работы, когда ты видишь, когда люди тебе пишут благодарность после сеансов. У нас мало людей дают видео, потому что не каждый хочет делиться своими проблемами, это, к сожалению, с этим надо жить. Это их право, но, с другой стороны, тех, кто делится, это люди, которые действительно уже реально, конкретно поняли, что было до этого и что стало после чистки. Да, да, я максимально стараюсь качественно тоже общаться с людьми, экологично, то есть объяснять все, тоже вот как вот пояснять, как это вообще все работает, как нужно над собой работать, чтобы тоже фильтрую, так сказать, кого брать, кого не брать. Ну, сейчас, ну, как бы, тоже параллельно учимся. Бывает тяжело, я не спорю, бывает тяжело, потому что сущностям и не нравится то, чем мы занимаемся, у меня с ними своя отдельная история, так сказать, война завязалась. Ну, ничего, нормально все. Нет, ты же знаешь, кому нравится, если сущностям нравится, как ты работаешь, то ты работаешь на них. Конечно, многие предлагают договора, контракты предлагают. Мы этот путь проходили, конечно, да, у каждого есть тоже выбор, заключить контракт с Рептом или Греем, потерять все, что вы имеете. Значит, значит, что я хочу сказать, уровень знаний феноменальный, школа обалденная, то есть ста поддержки, куратор пары у нас, соответственно, конечно, есть, мы получили на самом, можно сказать, практически на самом начальном этапе, потому что вся эта движуха у нас с Оксаной завязалась очень рано, это все. А вы тоже из разных потоков, правильно? Да, мы из разных потоков. Со второго, Оксана, с первого. Да, но мы общались еще до обучения, поэтому контакт уже был налажен, так сказать, и мы уже знали, в принципе, что возможно. А вы знали друг друга. Все наши выпускники всегда имеют потенциальную возможность себе выбрать партнера для работы, со всеми попробовать поработать, поэтому мы меняли вас часто парами, чтобы вы поняли, кто кому подходит, кто кому нет. Вот, и просто это важно было для того, когда вы найдете своего партнера, чтобы это сразу у вас откликнулось. И вот так и случилось. Вам пришлось таки закончить, перейти в общий чат выпускников школы, и тогда вы уже нашли друг друга. Но вы были готовы, а у вас есть с чем сравнивать. Это и речь шла об этом опыте. Но ты в последнее время, я смотрел твои сеансы хорошие, у тебя там бойни идут, не хуже, чем у нас. Я уже сбил со счета. Не надо их считать. Да, гуманоидов отправили в космическую полицию. Да, вот недавно тоже случай был. Зацепили они меня дерзко, прям так и раздраконили, и нападения такие были, повредили немножко. Пришлось уйти в негатив, и так сказать. Вот, ничего, пришел наш доблестный куратор Константин. Спросил, ты долго еще будешь негативить? Так как мой куратор не осмелился, и наш куратор пары. Ну, там все с характером, я хочу сказать. Все такие, да, у нас компания серьезные. Ну, куратора вы выбирали, все там по вибрациям, да. То есть Ксюша со своим характером, я со своим. То есть все тактично. Куратор приходит, когда у этой пары создается совместная вибрация. Эта вибрация находится на частоте вашего куратора. Он откликается. Поэтому вам, сколько вы, 2-3 месяца после окончания только получили куратора, да? После работы, после того, как показали, что вы умеете, после того, как пробивали себе путь. Мы почувствовали это, да. Мы с Оксаной сразу договорились. Это работа для смелых. Здесь надо иметь мужество. Здесь надо отдавать полностью отчет, что ты имеешь действительно дело с опасными вещами. Да, то есть мы сначала набрались практики, набрались, сказать, ну, как бы подготовились к опыту. Но ты тоже с нуля начинал. У тебя не было опыта до этого. Мы начинали с первых медитаций. И вот ты сейчас дошел до уровня, когда у тебя уже есть куратор, когда ты общаешься. Да, что изменилось после вашей учебы еще, что вот после этих всех погружений, после практик. Так, то есть мало того, что мы как бы, да, уже все это делаем там наверху, и диагностику, и чистку, так я еще, мы еще с Ксюшей фотографии настраиваемся, в принципе, можем считать. Бывает вообще я угадываю, ну, не то, что угадываю, но считываю, идет информация, ровно могу сказать, сколько каналов, даже кто сидит. Бывало такое, что вообще один всех угадал, ну, бывает такое. То есть потоки идут, то есть это все раскрывается, если над этим работать, раскачивать. Все это, ну, при этом же очень важно соблюдать здоровый образ жизни. Как бы я не пью, не курю, каналы не забиваю, поэтому... Ругаться нельзя, скандалить нельзя. Очень многие вещи нам нельзя делать. Ну, вот. Нельзя, нельзя. Нужно эмоции держать в руках, я тоже эмоционально. Ну, когда тебе демоны рассказывают, как они заходят, рюмочку наливают и так далее, в следующий раз сам подумаешь, наливает ли мне эту рюмочку или нет. Потому что они всегда рядом. И надо самому быть чистым в этом отношении. Очень как бы помогают кураторы, да, очень помогает. И мой личный куратор Клаус, он нас постоянно тоже ведет, наблюдает. Это, значит, общий пар и куратор наш, Изольда, постоянно. То есть только мы выходим работать, полный контроль. Поддержка всегда рядом. Поддержка всегда рядом. Мы договорились так, что она в комнату не приходит, то есть не мешает нам. Она все время на связи. Если что, она сразу включается, подсказывает, или я делаю запрос. А если до меня не доходит сделать запрос, и у меня что-то не получается, она может сама пойти поток информации. То есть от кураторов очень мощная поддержка идет. Это очень важно. Когда каналы чистые, только так это возможно. То есть они не дают ошибиться. То есть если я что-то недорабатываю, что-то где-то еще, ну, как бы, видать, ну, там еще как бы из-за отсутствия достаточной практики, опыта, то есть куратор сразу включается и объясняет, и я сразу по ходу все исправляю, все делаю, и все класс. То есть за результаты не переживай. То есть все будет, работа доведена до конца, как бы, нормально. Поэтому, ну, класс. Я доволен, я очень доволен. Работа идет, клиенты есть, очередь потихонечку собирается. Канал Игоря «Энергосознание», два слова, на YouTube. Приходите, смотрите его сеансы, обращайтесь, у кого есть необходимость. Влад, вы скоро откроете свой канал уже? Ну, вот работаем, надеюсь, до Нового года, может быть, сразу после Нового года. Хорошо. Ну, это дело такое, да. Надо, чтобы резонировало. Да, просто надо часы времени обработать пару видео, выставить хотя бы пару видео, как бы канал, все готово, все готово. Так, ну и рекомендации, да, еще рекомендации, Влад? Да, кому ты рекомендуешь, кому ты не рекомендуешь. Значит, однозначно рекомендую тем, кто чувствует, что это его призвание, то есть кто более-менее осознанный, кто духовно развивается, готов пожертвовать себя этому делу, помогать людям. Ну, это, соответственно, и свое развитие. Поэтому смелые, те, кто работают над собой, всем рекомендую. Как бы гипнолог, да, это правильно Влад сказал, больше должно быть такое хладнокровие, сила духа, сила веры, тут очень важно. Все идет от намерения и от силы веры. То есть, если ты конкретно сказал, ты веришь в это, выразил намерение, то все работает. Никакие там эти помехи на полянке, все это чепуха, все это можно одной силой верой, намерением все это убрать и заблокировать, почистить, да. Я просто блокирую все. Можно рептуи розовые ушки одеть при желании. Можно. Было бы желание. Да, да, да. Поэтому, как бы, ну, работа нелегкая, сразу предупреждаю всех, кто будет идти. То есть, придется постоянно работать над собой, сталкиваться с тем, что сущности будут стараться мешать регулярно. Но с такими кураторами, с такой поддержкой и плюс работа над собой. То есть, мы до сих пор работаем над защитами. Я постоянно что-то обновляю, что-то добавляю. Если раньше я только пользовался вначале своей собственной защитой, это, которая от внутреннего света идет, то сейчас я уже понял, что до этого маловато. Нужно выставать дополнительные такие... Профессиональные защиты, боевые защиты. Да, профессиональные защиты, оболочки и не только себя, еще и тонкой копии, когда она в сон выходит. То есть, ну, там уже все посерьезнее. Все надо, конечно, учитывать. Все надо. Да. Потому что сущности не спят. Плазма – это вообще респект Кольту. Это на сегодняшний день самая крутая, наверное, универсальная защита, оболочка. Демона это не впечатлит. Это работает только на... Космический. Не, но у меня история с космическими. У меня с теми проблем вообще никаких. Ну, да, мы тоже никогда не конфликтовали ни с инсектоидами. Ну, грейшки там иногда подкидывают нам повод поржать. У меня космические. Да. То есть, я как будто... Ну, это я... Дозированно использую. Это можешь в свою защиту добавлять эту энергию. Я в свою защиту делаю, да. Я в свою обязательно делаю. Все работает, работает. Да, потому что последний раз случай был, что там пытался просверлить там эти всякие подключки, гуманоиды. Но они будут пытаться, конечно, да. Просто важно понять, когда это происходит и, соответственно, подготовиться к этому. Я однозначно рекомендую эту школу. Я очень рад, что я именно сюда попал, потому что практика показывает, что были даже... Приходили люди, которые там чистились у других супер-пупер нахваленных регрессологов. Ну, и, соответственно, по пять лет подключки у меня не по три года чистились. И в пятилетней давности вытаскивали с них интерферентов. У нас каждый пятый клиент такой, который приходит после регрессологов. Пять лет сидел, семнадцать лет сидел. Человек после трех сеансов, у него там по восемь лет долгожители сидели. Короче, я очень рад. Голограммы показывали. Вы лучшие. Ну, школа у нас такая. Ваша школа лучшая, да. Я согласна, я поддерживаю эту школу. Да, я благодарна. Лучше Хогвартс на земле. Мы после окончания школы не прекращаем связь. У нас есть общий чат, где мы постоянно обмениваемся и новыми апдейтами. Они регулярно приходят, каждую неделю, каждые две недели. Все меняется в астральном мире. Вы меняетесь. Они меняются. Соответственно, это не та работа, как сходить в ресторан и потом больше не ходить. Это серьезная работа, это образ жизни. Это нести свет. Не зря вас называют воины света. Воинов тьмы достаточно вокруг вас. Да, еще отмечу нашу команду общую. То есть вас, Влад, Люба, всех, кто с нами. Всех, кто не смог сегодня, очень многие не смогли прийти сегодня. Все с другом общаемся. Катя, включися. Да, поэтому дружный коллектив. Да, жаль, что у Ксюши там что-то проблемы со связью. Да, жалко, что Оксана не дошла до нас, но это все-таки... И многие другие. И многие другие, да. Время обучения у нас не было таких проблем. Но это ситуация в Украине. То есть отключение электроэнергии и света. Только это. Также многие на учебу не могут дойти. По той же причине. Мне тоже кажется, что у нас и Андрей и Татьяна не из одного города. Может быть, у них просто нету... Они написали тоже, что не могут. Все, кто с Украины не смогли. Все, кто смог. Кроме Игоря. Да, я тут подособен защиту. Да, я запрос, я запрос наверх сделал. Сила намерения. Знаете, что такое сила намерения? Вот у нас сейчас ученица одна на февраль идет с Украины. Она покупает себе генератор, чтобы смогла спокойно учиться. Понимаете, когда что-то говорят, что не могу и не совпадает. Вот когда хочешь, и человек идет. Представляю этих радостных соседей. Ну вот я вам скажу. Мы бывает садимся в сеанс и начинается. Бах, бах, бах. Прямо недалеко, чтобы вы понимали, какие условия. Но это круто. Меня это закаляет. Это тоже развитие. Это пройти этот страх, пройти это все. Это вообще. Я сижу, и я даже уже не реагирую на это. Вот это правильная реакция. Абсолютно верно, ты знаешь. Может, ты понимаешь, что когда-то ты сам это выбрал? Возможно, да. Возможно. Но я просто верю. А этого не боишься? Меня научили верить в мои защиты. И в то, что в дронов своих верю. Так как мы просматривали ситуацию, что когда ракеты летали, они мои команды функции выполняли, отводили в сторону эти ракеты на физическом плане. Вот поэтому все круто. Тут кому-то тут... Отлично. Я соседям говорю, спите спокойно, купол выставлен. Пока рядом с вами. Все нормально. Замечательно, хорошо. Приятно было все это услышать. И увидите. Мне нравится то, что вы регулярно работаете, регулярно общаетесь, регулярно обмениваетесь информацией. В нашей работе просто вы же понимаете, нельзя останавливаться, потому что... Тех, кто остановился, они уже апдейт, им надо делать генеральный. Потому что и сущности за это время изменились. Вот. И мы это меняем каждую неделю. То есть к этому у нас сейчас третий поток будет. К третьему потоку у нас будет уже более серьезные изменения, где-то процентов на 20, чем было у вас. То есть с учетом психотек и новшеств. У вас они есть все так же. У вас они все есть, поэтому все... Вы ничего не потеряете. Что-то будет новое, вы это получите. Ну это очень круто. Очень круто. Ну и классно. Самое главное, что люди довольны. Очень нравится, что не расходимся никуда, там, как говорится, каждый по себе, а все вместе держимся. Мы семья, да. Это важно. Да. Мы все на одной чистоте находимся. Нас мало, но мы вместе. Да. Да. Если какая-то помощь... Это мы в Грифиндово. Что еще понимаем, кроме друг друга? Потому что то, чем мы занимаемся, обычным людям не расскажешь, просто покутят пальцы. Не понять, да, не понять. Вы не сможете никому объяснить в том плане, что вас не поймут. Чтобы вас понять, надо иметь этот опыт. И у меня папа тоже, например, ни во что не верит. Нет. Мои все родственники вообще... Мы 1200 сеансов или 1300 провели уже. Вот. Ну как он все понимает, там, да, он там что-то делает, а что... Ну есть люди, которые вникают, которым это интересно. Поэтому для таких людей... А еще есть люди, у которых резонирует. Вот именно тех мы и ищем для нашего обучения. Потому что... Если у вас резонирует, когда мы рассказываем о школе, это ваше, это вас туда тянет. Это знак от куратора. Да, вот так оно ощущается. Вот сейчас ты должен принять какие-то решения. Или никогда. Тут просто еще важно очень осознавать вообще уровень данной миссии. То есть это действительно священная миссия. Освобождать людей от сущностей. Освобождать неупокойные души. Открывать им портал. Это очень большого стояка. Вытаскивать из детей таких паразитов астральных, которые это просто на уничтожение, на выбивание души ставили. Мучили животных. И все, и все, и плюс, плюс, плюс. Но тех, кто к детям и животным, те у меня традиционно получают. Ребят, а вы животных чистили когда-нибудь? Я чистили. Как собак, коров, кто у нас, попугаи, какие-то лизарды были, ящерицы, кого-то только у нас не было уже. У вас были животные? Да, я чистил своего собачку. Значит, сущности, они же воевать так воевать. Они через него пытались на меня воздействовать. Подключились на него с арахноидами, с несколькими. У нас была война. Причем такие были, я таких еще не встречал. Да, там такие технологии издевались по-черному. Я не знаю, я их отдавал. Вот тут ты мне сказал, наверное, было их точно в галактической. Хорошо, что у тебя не было тогда живой плазмы. Да, да, да. На тот момент. Я их, конечно, поздавал, но собачку они мне потрепали. Собачка, конечно, после этого подуныла. Ну, это мы с Катюшей тоже просматривали ситуацию. Да, у нее, к сожалению, запрос он себе уже сделал наверх. Сколько у него там водик остался, да? Ну, да, да. Белые энергии все эти мы просмотрели у него уже смерти. Ну, вытаскивали. Он говорит, да, это мое, не хочу. Ну, такое. Жалко, конечно. Это тоже момент мне пришлось пережить. Сложный момент. Вы знаете, у животных есть своя карма, у них есть своя программа. У них определенная миссия. Да, я спросил куратора, я же там, вот это ж, хорошо, я с этой темой чистил все там, и там, я его лечил там, и там, подключали все, что только можно. Вот. Потом же позвал Изольду вообще, куратора нашего, Изольда. Я говорю, ну, что тут? Говорит, ну, говорит, надо душу лечить. Душу лечить мне, говорит, надо. Ну, я говорю, ладно, я со своей стороны сделаю все, что смогу, побольше буду гулять, там, ну, получше, может, кормить хотел это. Ну, вот такой песик просто попался, он, ему движение надо, ему где-то бежать, охота какая-то, ну, я не могу ему это дать. Ему дома скучно, то есть, ну, видать, высокоразвитый. Вот, я спросил ее, скажи мне, пожалуйста, а как собаки вообще, они переходят на уровень человека? Говорит, ну, да, они могут перейти, если они полностью пройдут весь круг, весь цикл, то есть, свою сансару, вот эту собачью, вот, воплощение, то она может достичь такого уровня, чтобы перейти уже. Для меня это новое, честно говоря. Да, это мне сказал мой корм. Не видел собаку, которая прошла эти все круги сансары, если мы еще сами. Ну, возможность такая есть. То есть, я просто спросил, мне ответили, мне просто стало интересно. То есть, вот, у них тоже есть такая возможность. Если у кого-то собака читает газеты и ходит за покупкой, вполне возможно. Не, ну, почему, если... Разваги сансары, да, собачьи? Да, да. Почти. Да, то есть, бывают очень умные собаки, поэтому я не удивлюсь, если это действительно. Поэтому опыт с животными есть чисто. Как и с людьми, все разные, все разные, у каждого свое развитие, у каждого своя программа, у каждого своя миссия, и они не случайно попадают к нам. Соответственно, как и наши клиенты, которые к нам приходят, ища помощи. И рассказывая о своих ситуациях, вы уже понимаете, что там может быть и почему так. По фотографии вы уже умеете читать, ощущать этих сущностей. Мы с Верой тоже это умеем делать и всегда даем сразу же проверку перед тем, как мы берем человека или нет, сидит там кто-то или нет. Да и другая информация тоже идет. Самое главное – работать, развиваться в этом направлении дальше, не останавливаться. Это полный процесс. Ну и возможность еще отметить, что хочу возможность, конечно, диагностики. Есть тоже свои такие инструменты, можно продиагностировать здоровье. Вот, и подлечить. Можно и вылечить себя. Плохо, да. Ну, Влад, скажи, мы тебе спину лечили, как результат. Да-да-да, отлично, шикарно. Да? То есть лазером и тем своим. А Люба и в самогипнозе научила себе голову лечить. Ну вот, видишь, как хорошо. Поэтому это очень уникальные все возможности. Мы помогаем друг другу, да. Без самогипноза она тоже лечится отлично. Влада меня два дня назад на ноги поставили. Я была с температурой 39, наверное, мы не могли двигаться дальше. Ребята меня полечили, я утром встала прямо в огонек. Не знаю, у нас уже многие были с этим ковидом, и все нормально у всех закончилось. А в течение недели все стояли на ногах. Особенно, когда ты эти вирусы можешь видеть, и когда ты можешь их выводить сам. Да, еще вот осталось подняться к Архангелу, познакомиться, Рафаил. Ну это тебе жди приглашения. Нет, я не буду приглашения ждать, я буду сейчас делать запрос. Мы уже настроились, Влад уже сходил, познакомился, теперь буду я этим знакомиться. Я у куратора уточнил, она сказала, можете обращаться. Обращаться можете. Влад, ты говоришь, да, прости, и да, но вам будет. Так вот, у меня была ситуация, у меня с братом уже была такая ситуация, и мы попросили о помощи, и помощь была оказана. Да, мы тоже не ждали, мы сами пришли. Конечно. В свое время. Вера, а как ты видишь Архангела Рафаила? Мне он представился с белыми крыльями, в белых одеждах, и очень молодое лицо. Вот так же, как фантом. Но я не рассматривала лицо, я его вижу как белый, вот фантом, как ты говоришь, с крыльями. Да, там все в белом. Да, ну да, вот, кстати, Аниэль, он такой коричневый, бежевый. Золотой. Вот, Вера, точно. Аниэль тоже золотой. Золотой. Свет, из света, из золотого. А с Архангелом Михаилом встречались уже? Михаилом нет. Ну, еще будет встретиться обязательно. Меч там такой красавица. А вот Михаил, он больше серебрян, как в латах. Не как в латах, а он в латах, я его так и вижу. Меч вот этот. У нас Аниэль тоже в латах. В латах, у него и меч есть, и копье есть. Он тоже воин. Да, он тоже воин, как Архангел Михаил, он тоже воин. Аниэль один раз, Архангел Ханиэль у нас в комнате открыл, это для сущности какой-то там, копьем. Портал, я такой еще не видел. Он его разозлил, это сущность, там демоняка, по-моему, за 40 герц был. И он так копьем ударил в комнату, и портал организовался, и его вытянуло сразу. С тех пор я попробовал копье. Отлично открывается. А еще открывается без копья. Открывается сила этого намерения. Как я говорил, заметил, чем оно железнее у вас. Да, да, да. И плюс эти знания, и все. Ну, хорошо, друзья, мы ровно час пообщались. Я думаю, на этом, чтобы никого не задерживать. Если кто-то еще хотел что-то добавить. Время разное. Всех разное время, да, у нас здесь сколько, четыре страны сидит? Ну, да, у меня восемь вечера. Ну, что хотелось бы сказать. Пять стран у нас. Да, еще раз поблагодарить вас за эти знания, потому что это действительно уникальные. Мы вот с Любой иногда разговариваем. Я говорю, слушай, вот сколько Влад с верой, сколько вы наработали, сколько вы всего сделали, насколько все это отличается от того, что вы учили и так далее. Вы действительно проделали очень грандиозную работу, за что вам большая благодарность. Благодарим, что поверили в нас. 80% знаний мы добавили своих, 20% осталось. Мы уже пришли на готовое, так сказать. Как вы видите, все обновляется и меняется. Вы вовремя подтянулись, когда ваша программа сработала, и вы нашли, и вы... Я помню всех вас, клиентов, еще первые у нас были, вот, а сейчас вы уже наши коллеги. Вот так быстро это все идет, и причем мощные, сильные коллеги. Нам приятно наблюдать за вашими успехами, как вы растете, вот. А с информацией в нашей школе никогда проблем не будет с такими помощниками. Поэтому главное двигаться и развиваться. Да, будет так. А так и есть. А так и есть. Ну, хорошо, друзья. С наступающими праздниками. Да, всех с наступающим праздником. Всем высоких вибраций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok